Семидесятилетняя история Land Cruiser Prado учит нас одному. Японцы не очень любят обновлять свои автомобили, свои легендарные внедорожники, в общем-то, по одной простой и понятной причине. Да они так отлично продаются. Тем не менее, даже они понимают, что современные опции нужно добавлять, а дизайн делать более современный. Именно поэтому вы сейчас смотрите программу две лошадиные силы, а я рассказываю вам про обновленный Land Cruiser Prado. Прямо сейчас перед собой вы видите комплектацию или дизайнерское решение, которое называется Black Pack. И это означает, что Land Cruiser Prado стал чернее черного. У него черные диски, у него графитовая решетка радиатора. Это решетка радиатора с черными вставками. У нас новые бампера, у нас новые вставки для противотуманок. Если посмотрите на заднюю часть автомобиля, пойдемте, пойдемте, прошу вас. Это тоже интересно. Если посмотрите на заднюю часть автомобиля, также еще раз посмотрите на диски, то увидите, что здесь тоже появились накладки на бампер, а также у нас появились вот эти вот белые LED-фонарики на задних фонарях. Вот эти вот графитовые накладки, наверное, мне больше нравятся, чем серебристый хром, и я очень доволен, что японцы не меняли то, что на самом деле и так хорошо. Например, когда я нажимаю кнопочку, у меня по-прежнему открывается вот эта верхняя часть крышки багажника, и я имею отличный доступ в багажное отделение. Это хорошо, это здорово. Это должно быть практически на каждом внедорожнике. Это должно быть стандартом. На этом с внешними косметическими изменениями все. Давайте перейдем в салон и посмотрим, что же новенького нас там ждет. Я уверен, что сейчас владельцы текущего поколения Land Cruiser Prado всматриваются в салон и не могут понять, а какие же изменения здесь произошли? Вроде торпеда тоже, руль тот же, сиденье те же, центральная консоль такая же. Да, вы абсолютно правы. Перед вами на девяносто процентов все тот же хорошо известный для нас Prado. Видимо, потому что японцы считают, что как бы и так все хорошо сделано. Но при этом я готов утверждать, что изменения, которые произошли в Prado, они не просто важны. Это судьбоносные и тектонические сдвиги, которые произошли во всей Тойоте. Потому что у нас, например, обновилось программное обеспечение мультимедийной системы. Все стало работать быстрее, все стало работать веселее, а главное наконец-то появился Android Auto и Apple CarPlay. А эти две системы очень сложно переоценить и практически невозможно недооценить в конце две тысячи двадцатого в начале две тысячи двадцать первого года. Потому что все водители давно стали пользователями. Я знаю огромное количество людей, которые просто не садятся в автомобиль, если там нету вот этих двух приложений для их любимого айфона или для их любимого какого-нибудь Xiaomi на андроиде. Пункт номер два это конечно же блок безопасности Toyota Safety Sense второго поколения, которая теперь вместе с активным круиз-контролем позволяет автомобилю гораздо лучше различать на дороге пешеходов, велосипедистов и другие автомобили. Вот этот самый Land Cruiser Prado теперь может предупредить вас о том, что впереди опасность подать звуковой сигнал, подать сигнал текстовый на центральную консоль. Более того, в экстренной ситуации этот автомобиль должен вытормозиться для того, чтобы избежать столкновения с впереди едущим автомобилем или с внезапно появившейся преградой. А это конечно же очень важный фактор, который на сегодня спасает много жизней. Ну и чего уж тут скрывать, огромное количество передних бамперов и задних бамперов на чужих автомобилях. Но при этом у меня также есть хорошие новости не для пользователей, а для водителей. Прада, во-первых, по-прежнему остается равным внедорожником. Прада по-прежнему в максимальной комплектации сзади имеет пневматическую подвеску. А также в комплектации премиум вы получаете амортизаторы с электронным управлением, режимы езды, систему для движения по бездорожью, кравл контрол и блокировку заднего дифференциала торса. И чуть не забыл, из премиальных опций вы также получите акустическую систему GBL с усилителем. И Прада по-прежнему для украинского рынка имеет дизельный мотор два и восемь дифо ди, но его модернизировали. И теперь у нас не сто семьдесят семь лошадиных сил, а двести и не четыреста пятьдесят ньютонов крутящего момента, а пятьсот. При этом изменились не просто показатели мощности. На самом деле, по утверждению японских инженеров, теперь Прада разгоняется на три секунды быстрее, чем это был раньше. И надо сказать, что это на девяносто девять и девять процентов соответствует действительности. Более того, уменьшился даже средний расход топлива и теперь он должен в идеальных условиях показывать семь и четыре литра. Каким же образом японцы добились того, что автомобиль стал мощнее, автомобиль стал быстрее, при этом более экономичным. Все очень просто. Они с евро шесть откатились до евро пять, который и так является недосягаемым евро стандартом для украинского рынка на данный момент. С учетом евро блях, ну, как бы эта недосягаемость теперь растянулась на десятилетия. Есть ли вещи, которые я ожидал получить в обновленном Прада и не получил? Да, безусловно. Я бы хотел проекцию на лобовое стекло. Я бы хотел, чтобы бортовой компьютер стал чуть больше на щитке приборов. Правда, я даже согласен на аналоговые и они, слава богу, здесь есть. И также я бы хотел, чтобы у меня была более качественная камера на триста шестьдесят градусов. Потому что правда она есть и была давно и понятное дело, что даже в таком виде на бездорожье и при парковке это незаменимая вещь. Но в конце две тысячи двадцатого в начале две тысячи двадцать первого года картинка должна быть гораздо лучше. И во многих игрушечных автомобилях конкурентов эта самая картинка хороша как никогда для тех, кто никогда не ездил на Land Cruiser Prado, не смотрел тест-драйвов, я хотел бы также немножко рассказать о том, что вы получаете в максимальной комплектации. Это бесключевой доступ в автомобиле, это кожаный салон, это память сидений. Это второй ряд сидений, которые можно отодвинуть, придвинуть, а также регулировать спинки сидений. Это подогрев лобового стекла, подогрев руля, вентиляция и подогрев передних сидений. Более того, если вам нужно, вам также будет предоставлен холодильник. И только что, только что я перечислил какое-то минимальное количество опций, которые предоставляет на сегодня этот автомобиль. Что касается комфорта подвески, что касается хода подвески, что касается комфорта автомобиля на бездорожье, но мне кажется, что здесь в очередной раз доказывать, что он что-то может просто не имеет смысла. Я катался на этом Прада и в Намибии, я катался на этом Прада и в Карпатах. Я катался на этом Прадо и в условиях настоящего украинского атомного бездорожья. Машина, честно говоря, максимально подходит для наших условий, для наших широт и я так понимаю, частично для нашего менталитета. В общем, Прада для Украины это действительно легендарный автомобиль. Как по мне, легендарный не в последнюю очередь из-за идеального сочетания качества, надежности, опциональности, продвинутого полного привода и цены. Потому что на сегодня за эти деньги столько автомобиля с такими возможностями купить просто невозможно. Конкуренты будут стоить на десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят тысяч долларов дороже. И я ничего не придумываю. Так и есть на самом деле. В целом, изменениями в Прадо я доволен. Это точно продлит жизнь модели на украинском рынке. Ну и безусловно, вместе с остальными любителями этого настоящего легендарного внедорожника я ожидаю следующего поколения и где-то в глубине души хотел бы, чтобы это по-прежнему оставался настоящий равный внедорожник, как вот прямо сейчас в моих руках. Вы смотрели программу две лошадиные силы. Меня зовут Рауль. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну и также поставить лайк этому видео или хотя бы лайк обновленному ленд-крузеру. Прадо.